Значит сделать, я сейчас нахожусь, плохая камера, я сейчас нахожусь в городской больнице, в детской, сейчас мы узнаем. Добрый день, мне нужен Юрий Александрович, вот он, да? А он есть? А представник медицинского профсоюза ГУРА Антон, на два слова хочу поспілкувать с ним. Мы дышим вопрос союза, я прямиком с КМДА, скажите, да, может, о, мне придется, потому что потом скажут на клуб, Юрий Александрович, добрый день. Скажите, пожалуйста, место Антон, фамилия моя ГУРА, есть такая ситуация. Медики стали жаловаться на руководство и говорят о том, что есть гонение по поводу того, что они вышли на акцию, ну, предварительно. Абсолютно неправда, никто никого не гонит. Вот, и просто, чтобы я запишу, чтобы это было правдой. Никто никого не гонит. Нет, гонения нет. Просто гонения тоже никакого нет. Абсолютно. И в том числе на пани Лесову нема ніякого гонения. Як бы вам пояснили, чому вони отримали меншу заработную плату, вы бы все зрозумели. Вони не отримали тих 50% муниципальной надбанки. Як бы вони ее отримали, то были бы те гроши, которые они отримали в лютому, в січне. Да, но они же не выступали в качестве, чтобы подставить администрацию. Они хотели донести до госпожи Гиттсбург, до Кличка, до всей общества. Як бы вам пояснили, откуда эти гроши не взялись, вы бы все зрозумели. Это первое. Другое. Эти гроши не Гиттсбург распределяет, и не Кличко Виталий Володимирович. А это распределяет гроши Национальная служба здоровья Украины. И все прекрасно знают про то, что Национальная служба здоровья не дофинансировала лекарственные заклады. В том числе и первую детскую лекарь. Несмотря на то, что у вас есть с подозрениями на ковид проходят. Не дофинансировала. По двум пакетам однозначно не дофинансировала. И про это знает Национальная служба здоровья. Знает. Потому что действительно надбавку оцей 4,3 и 1,000, это Виталий Володимирович пообещал. И он это сделает. И мы до 1, ой, ну до 1, до 8 травня люди получат всю доплату. Однозначно. И лекари, и медсестры, и санитарочки. Все отримают. И если бы вам это объяснили, то эта брезница, которая тут выникла, это бы она была невольована. Абсолютно. Ну то есть вы сейчас можете смело сказать, что ни на одного работника, который выходил, никаких вопросов нет. Почему? Это их право. У нас каждая людина имеет право выказать свою волю и свое видение данной ситуации. Но с паней Ириною я не согласен. Почему? Потому что эта людина уже телефонувала в Министерство охороны здоровья, как и сказала, что у нас нет засобов инвестиционного захиста. Это была абсолютно неправда. Это может подтвердить заведующим отделением инфекционно-боксового. Так она не только одна говорила мне на камеру, а вся смена сказала об этом. Значит, я вам скажу, что ніяких гонений ни на кого не было и не будет. Ну, само вовремя. Те люди отримают до 8 числа те доплаты, которые обещал мер Министерства Киева. Все. А вот эти надбавки 300%, 200% это что, будет, не будет? А это было уже. Это у нас было. У нас 9 человек в инфекционно-боксованном отделении, лекаря, медсестры, санитарички, отримали доплаты. Так, как вы можете это спросить, у пана заведующего отделения Александра Ивановича Касьяна. Он отримал деньги или не отримал? 9 человек, которые безусловно принимали участь в наданной медициной помощи детям с COVID-19, отримали доплаты. 9 человек. Все, кто все принимал. А скажите, вот еще был вопрос о том, что как доставляется медработников? Они говорят, за свои деньги приезжают. Доставляются, это неправда. Абсолютно неправда, потому что нам допомогает автобаза Верховной Ради, которая автобусом, микроавтобусом привозит и с Ленинградской площади, и в Вишгород едет и забирает и развозит людей. Нам допомогает фонд Вадима Столара, который дает автобус, мы забираем из Вишгорода туда и назад ввозим. Так что это абсолютно неправда. И у нас есть Киевмед Автотранс, который автобусом от Героев Днепра врань-то три рейсы и после 16-го дня три рейсы привозит и отвозит этих людей. Так что, извините. Все. Нет, мне главное, я не отвлекаю вас от работы, самое главное, что я услышу вашу точку зрения, что медиков, которые... Но вы мне не зрозумели. Я вас понял. Первое. Национальная служба здоровья, мерия тут ни до чего. Другое. Мерия вызначилась уже всеми надбавками до 8 числа, люди отримают. Гонений не было и не будет ніяких. Каждая людина имеет право. Согласно 39 статье Конституции. И если эти деньги получают, которые говорят, что они их недополучили, то будут те деньги, которые получили в лютом месяце. Но я категорично наполягаю на то, что второй этап медической реформы должен быть сформированный шлях правильный, стратегия правильная, а тактика неправильная. Неправильная. Потому что нужно было сделать четко и ясно, по-перше, не можем заразить терминовать. О, то, что я говорил. Або, если можем, то дайте все. То, что нужно, чтобы люди не имели никаких вопросов. Вот это моя думка. Все. Услышал. Спасибо вам за аргументированную информацию. На здоровье. Думаю, что все будет нормально. Я очень надеюсь. Если тебе нужно, то все будет хорошо. Все. Спасибо вам. Не мешаю. До свидания. Все накрашу. Вы там делали. Спасибо. Спасибо вам. Девочки, ну, вы теперь все увидели. Теперь так. Я так понимаю, главврач также смотрит на эфиры. Поэтому мы теперь, знаете, как все на виду. Если, не дай бог, главврач сказал, что никаких гонений, никакого ничего не будет. Единственное, что я всегда говорил вам и говорю. Перед тем, как... Сниму себе, позволю, маску, пока никого нет. Перед тем, как что-либо вот в такие форматы, да, там вот говорить, мол, нет защиты, еще там что-то. Я вас очень прошу, всегда будьте подготовлены. Чтобы, к примеру, как вот сейчас, да, у меня нет доказательств тому, что он не прав, либо вы не правы. Поверьте, вот средний младший персонал я всегда больше вам доверяю, чем администрации. Потому что всегда администрации нужно... Ну, так было испокон веков, что администрация всегда прикрывалась чем-то. А вы всегда говорили, как оно есть. Поэтому нет какой-то информации, нет там того, нет сего. Запишите, сфотографируйте. Камеры сейчас у всех есть. Записали, а потом, знаете, как... А, это не... Вот, пожалуйста, камера. Вот, пожалуйста, видеофиксация. Вот, пожалуйста, документация. И все. И тогда будет вопрос снят. Я специально приехал сюда, чтобы вы услышали и увидели. И самое главное, головрач, если, не дай бог, опровергнет свои слова и будет гонение, я жду от вас звонка, смс, либо сразу выходите в эфир. И мы с вами переговорим, и приедем и спросим, подождите, обещали? А происходит другое. Ну, о том, что там кто-то там мэр от человека, либо не мэр от человека, мне, честно говоря, все равно, знаете, как, ну, все мы кого-то люди. Я, допустим, человек, человек, человек своей мамы. У меня мама мой человек, знаете, как я человек мамы своей Ирины. А кто-то там еще человек кого-то, да, то есть, ну, без разницы, мы все люди. И кто-то либо с кем-то знаком, просто я не хочу, чтобы мы смешивали политику с вот таким моментом. О том, что НСЗУ, не выплачивая деньги, подтверждение слов главврача. А я вам говорил, я вам рассказывал, что это реформа конченная, и ее надо отложить. Но почему-то Владимир Александрович слушает только своих помощников, а больше он никого не слушает. Поэтому вот такую информацию нужно сейчас репостить, доказывать, показывать, что это не в одной больнице, это не восьмерка, видите. Это первая городская детская. Есть инфекционка, есть тройка, которая уже на грани бунта, она тоже уже начинает подрываться. Есть шестерка, есть девятка, есть семерка, есть двенадцатая. Те, где начинает подогрев эмоций. Если не все взорвутся, то все, мы уже больше не остановим. Карантин до 22 мая. Да, сейчас еще есть одна информация. Помните общежитие в Вишнево, где людей заблокировали, нашли ковид и все остальное. Так вот сейчас люди там бустуют. Там бунт начинается. Я хочу выяснить, какая там ситуация. Возможно, поеду и пообщаюсь с теми, кто там находится, знаете, как на передке. И вот я этот передок выясню, узнаю, в чем причина, почему они бунтуют. Там денег не дают, воды, еды. Но мне вроде сказали, что еды нет и блокируют их. Но это вообще какой-то нонсенс. Поэтому, скорее всего, встретимся сейчас в Вишневом общежитии. И вы первые узнаете о том, что произошло в этом общежитии. А пока первая городская, говорю тебе до свидания. Надеюсь, что больше проблем здесь не будет. И вы все получите свои деньги. Пока-пока.